Всем здорова! Сегодня воскресенье, 6 утра, и я надеялся, что будет хороший рассвет, чтобы записать этот ролик на рассвете, но, видимо, силы сверху решили не так. Я хотел рассказать, как я менял 428-ю цепь на 520-ю, и как это происходило, и что я сейчас в итоге получилось. Стояла 428-я цепь, китайская, пластилиновая, со звездами 17 спереди и 46 сзади. В пятницу я проснулся такой, думаю, блин, хочу заднюю звезду больше, чтобы была тройка соотношений, потому что соотношение 2.7, больше как бы на скорость ориентировано, он ехал 110 максимально по-настоящему. Извините за шум и ветра, если он будет, я сегодня не взял шумоподавитель на камеру, поэтому записать хочется. Вот наши просторы необъятной родины, в Суббике Беларусь, там где-то вдалеке летают ястребы, охотятся на мышей или на ворон, я не знаю на кого, но очень прикольно. В 6 утра никто нигде не ездит, все спят, все сонные, один я такой придурок катаю на грязном мотоцикле. Так вот, в общем, проснулся я в пятницу утром, думаю, хочу звезду заднюю на 51 зуб. Позвонил по магазинам, они говорят, нету такой звезды на ваш мотоцикл, есть на 15, например, чтобы сделать тройку соотношений, либо на 16. Я думаю, блин, на 16 уже там у чувака есть, у Захара, надо на 15 поставить, чтобы круче быть, ну е-мое, ну все, там 20 рублей эта звезда стоит, Мотовело есть на Жакомбай, и все, я такой думаю, отлично, 20 рублей потрачу, поеду, поехал, приезжаю на Мотовело, говорю, звезда надо и цепь, выносит звезду 15 зубов, я говорю, цепь еще надо, он выносит 428-ю цепь, она, правда, толще была, стоила 55 рублей вроде бы, все, у меня только по карточке были деньги, я говорю, по карточке рассчитайте, пожалуйста, он такой, не, не могу, этот товар еще типа не принят, если только на следующей неделе с чеком, короче, а я не понимаю, что там происходит на Мотовело, то ли они не спят принимать товар, то ли они как-то с подполы барыжат, в общем, без чека хотели мне продать, чисто так, от балды, вот, кстати, ладно, я думаю, пойду сниму деньги, там недалеко 100 метров было пройти, иду и думаю, позвоню Денису, Денис это человек, который занимается сервисом на Мотовело, ремонтирует мотоциклы, звоню Денису, говорю, так и так, вот, приехал, хочу поменять звезды, рассказал сразу, говорит, да, блин, не бери 428-ю, поставь сразу 520-ю, я такой, блин, думаю, зачем я ему позвонил, ну вот сейчас же опять бабки дохрененные, и все, короче, я говорю, ну, наверное, поеду на Жакомбай, посмотрю, он говорит, да, поедет, там этот человек все знает, ему размеры сбросил, все, я снял деньги, позвонил, точнее, на Жакомбай, снял деньги, 200 рублей белорусских, это соточка баксов, чуть больше, поехал, поехал на Жакомбай, и в итоге мне дали 520-ю цепь Санстар и звезды Санстар, Япония, чтобы вы понимали, ох, эти минчики, тянут денег, ну ладно, цепь передняя 13, задняя 39, я, как не с ведущего этих вопросов, сначала думал, бля, там звезды будут милипиздрические, оказалось, что задняя звезда на 39-520-й, больше немного, чем на 46-428-ю цепь, а на 13 звезд передняя, немножечко меньше, чем на 17-428-ю цепь, вот, сама вот цепь такая толстая сейчас стала, сальниковая, о-ринг, он мне предлагал еще икс-ринг, для тех, кто не понимает, что такое о-ринг и икс-ринг, это, я так понял, типа форма сальников, именно вот в этой цепи о-ринг, она как бы попроще считается, до 400 кубов ставится на моцике, вот эта 520-я, здесь получают сальники в виде таких вот колечек, бензинки, а икс-ринг, короче, там еще какие-то типа в виде икса, какие-то херни, ну, он не показывал, я даже не совсем понял, вот, и вот этот вот о-ринг можно просто, ну, там, например, звенья убрал, и замком состыковал, как в обычной цепи, потом можно это разобрать, хоть и сложно, но можно, а вот в икс-ринге вы уже поставили там где-то специальным дозаклепочником это все делать и уже намертво, вот, ну, я такой думаю, нахрена, мне дозаклепочника, во-первых, нет, я буду мучиться, думаю, возьму эту, которая попроще, там 20 рублей разницы, взял, приехал домой, поставил мод на эту подможку, все, заднее колесо открутил, переднее, снял переднюю звезду, там ничего сложного нету, два блуза открутил, снял, поставил эту, хорошо залезло, но фиксирующая эта херня, которая фиксирует звезду, чтобы она не свалилась с вала, получается там отверстия в новой звезде, они ближе к оси, где-то на 2 миллиметра, пришлось там просверлить две дырки ближе, закрутил, поставил перед, окей, зад, зад открутил, звезду открутил, новую поставил, закрутил, теперь он встает черед поставить цепь и померить, сколько звезд, сколько этих выбросив нужно, звеньев, потому что у него не было на 108 звеньев 520-й, он дал мне 112, говорит, вам, наверное, надо будет выбросить 4 звена, они выбрасываются попарно, вам надо будет выбросить 4 звена, ну вы померяйте, ну все, я такой переехал, домой снял эту цепь, меряю, смотрю, думаю, бля, наверное, надо только 2 звена выбросить, ну выбросил эти 2 звена, там болгарочка отпилил, потом выбил, типа гвоздем вот это вот парное звено, все, одел замок, состыковал, смотрю, бля, цальники 2 не поставил, думаю, твою ж мать, а его ж одевать этот замок на эту цепь, это как биздец, там надо, наверное, специально какое-то устройство, чтобы легче заклепывать этот замок, ну, наверное, заклепочник, не знаю, ну, нет у меня, не было такого опыта, я там этим молотком их состыковал, тыг-дыг-дыг-дыг, все, смотрю, бля, цальники не поставил, думаю, твою ж мать, думаю, ладно, посмотрим, как она внасяг, полностью оттягиваю, она получается у меня большая, вообще, такой, твою ж мать, надо ж опять ее разбирать и вытягивать эти еще 2 звена, короче, покуда я ее разобрал, это как биздец, японские цепи, там ее лупил-лупил, чтобы ее разобрать, ну, в рамках разумного, там не думайте, что я купил цепи, там ее сейчас, болгак, разрежу нахрен, чтобы вынуть эти звенья, ну, короче, было очень тяжело, я такой матюкался-матюкался, покуда поставил, криворукие, руки жопы просто растут, вот, поставил, и стало соотношение троечка, ровненько, то, что я и хотел, скорость и тяга, сел, проехал, и, да, намного мотору легче, ощутимее, он уже из-под себя рвет еще круче, максималка сейчас стала сотка, ровно, чистая соточка, настоящая, не то, что по тахометру, по тахометру показывает и 113, 115, это где-то 100 км в час настоящий, а раньше ехал он 110, максималка была, поэтому, я думаю, 10 км в час, это не столь существенная разница, можно ставить смело, вот, троечку, там, ну, как бы ставить, например, 428-ю цепь, просто я уже поставил 520-ю, это сальниковая цепь, я думаю, уже ей вообще ни хрена не будет, просто ее почистить от песка, когда гоняешь, там, может быть, смазать, но для минчика выше крыши просто, сейчас мне тут в комментариях, чувствую, будут писать, типа, ты охренел, тут уже вообще ни хрена скоро не останется от этого минчика, ну, да, ребята, да, вот такой вот я трохи шизанутый, еще карбюратор и свеча, я уже не знаю, что тут менять, потом останется, потом, может, до мартера руки доберутся, что тут руль, ну, руль еще целый пока что, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, не погнул, пока что, пока что так, вот, ну, вроде раз 8 зубьев надо, если будет кто-то ставить, ножиком я взял все, мне вышло 186 рублей, это, ну, практически ровненько 100 долларов, вот, Sunstar, какую-то наклеечку даже наклеил, прикольно, гармонирует с грязью, сраный мотоцикл, как биздец, вот, что еще, ставим лайк, если понравился этот видос, смотрим вниз на ютубе под видео, там ссылки на Letyshop, это кэшбэк с интернет-магазина 5%, рекламу мне никто не платил, кто-то мне спрашивал, я просто ради таких же, как и я, просто нашел этот сервис хороший, они как-то там сами себе зарабатывают, на самом деле, но вы можете 5% возвращать, я считаю, это нормально, я просто делюсь этой информацией, если кто-то не хочет, там ссылки есть на всякие запчасти, которые я заказывал, не только для этого мотоцикла, но и для других, я думаю, подойдут, можете посмотреть, что-то заказать, если понравится, все, погнал катать в это пасмурное утро, еще хотел рассказать, вспомнил, мне спрашивали про подвеску, передним вилком, как мне кажется, я уже много раз ее просто слаживал в ноль, особенно, когда едешь какая-то яма, и ты не успеваешь переместить центр тяжести назад, То она полностью срабатывает Я не знаю как бы Стоит ли там масло меня Чтобы она жестче стала Либо как бы нормально Пока что этим не заморачиваюсь Но я так понимаю Рано или поздно надо будет попробовать поменять масло Ради интереса Посмотреть что произойдет Потому что 4 или 5 раз я ее в ноль слаживал В ноль просто Понимаете Переднюю вилку Вот на X200 я не помню Может быть за целый сезон я только раз ее пробил А здесь она пробивается только на так В городе да Но вот ты где-то едешь за полевых дорожках Где ямки там пробивается Насчет задней подвески Я ничего не скажу Она на моем мостике Вроде как даже жестче чем на других Вот я на друга У друга у Захара Он брал точнее мой мостик и проехал Он говорит что у него мягче У меня жестче Но это все регулируется я так понимаю Мартером Вот этим вот И то есть его можно там В зависимости от того как их собирали И там где-то что-то подкрутить Он будет тверже и мягче В этом я еще не понимаю Какой здесь мартер стоит Я не помню Что там написано в нашей методичке Газовый Гидравлический Короче Поменяю все тут В двигле Поставлю потом может быть мартер Какой-нибудь крутой Сюда Вот А что еще про подвеску рассказать Без понятия Тут единственное что Болтается это с маятник конечно Он зажат Но Когда ты его катишь Например То слышно как-то Барабанит Именно вот в этом месте Где он соединяется с рамой Хотя там все зажато И если например Едешь по дороге По гравейке И такая Вы знаете Когда Когда волнами То тоже слышно Ну это Я так понимаю Беда Конкретного мотоцикла И тут особо Ни хрена не сделаешь Если у вас какие-то есть идеи То Напишите в комментах Что можно попробовать Вот А так По подвеске Ну нормально вроде Лучше чем В X200 На мой взгляд Я сравниваю с X200 Многие В комментах потом Или где-то так Потом пишут Начинаю его сравнивать С японцами Господи ты боже Естественно с японцами Это полное говно Почему он начинает Сравнивать с японцами Я не могу понять Я сравниваю Со своего опыта С X200 И Мне кажется Он лучше Мне нравится Я вот начал У него все менять Разбираться потиху Мне вот это Кайф Да японца еще Но нет у меня пока Японца будет Потом будем с японцами Сравнивать Сравнивать нужно С теми Одинаковыми По классу С X200 Например С Bolt Motors Ну с рейсером Некорректно Сравнивать С X250 Потому что он Как бы На голову Выше Лучше Но на любом случае Сделает Менчика Как мне кажется Вот А с японцами С японцами Надо японцев сравнивать Одноклассникам Так сказать Естественно Надо сравнить Жигули И Берседес Что лучше Мистер очевидность Наверное Жигули будут говном Да Хейтеры Хейтеры Где вы там Напишите в комментах Что-нибудь Я вас люблю Поржать Особенно Когда там Комменты Просто от балды Что это говно Это понимаете Вы сами себя показывают В дурном свете Если что-то Говорят Не нравится Пишите Вот Вот Я считаю Так Так И так Все Спасибо Спасибо Субтитры Субтитры